Памятник финским красногвардейцам установлен на Братской могиле. Там похоронены те, кто был убит в Выборге в ходе гражданской войны в 1918 году. Сюда, на 4-й километр Ленинградского шоссе, в день памяти жертв политических репрессий, приехали молодежные активисты. В эту скорбную дату в России принято вспоминать факты массовых репрессий, связанных с именем Иосифа Сталина. Однако в истории Выборга были и другие периоды, когда людей расстреливали и мучили в концлагере за иные убеждения. Для нас очень важно, как Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы», как Патриотическому клубу «Бастиону», очень важно сохранить все памятные даты и поддерживать их в памяти ребят. Мы с «Волонтерами Победы» являемся хранителями этого памятника, мы также убираемся здесь, мы прививаем тем самым любовь к сохранению исторических памятных мест. В Доме музея Ленина создана экспозиция, посвященная событиям гражданской войны 1918 года. Представлено множество документов и фотографий по крупицам, собранных в Народном и Рабочем архиве Хельсинки, Музее почты Финляндии. Есть очень редкие кадры, в том числе запечатлевшие русских людей, расстрелянных в Выборге без суда и следствия. «Это вокзальная площадь Выборга. Трудно сказать, какой это точно день. Точно ли это 29 апреля 1918 года, тот момент, когда были расстреляны русские Выборги. Может быть, это другой день, но во всяком случае можно совершенно точно понять, как это происходило. И еще есть одна фотография на Ленинградском проспекте. Это первые дни после того, когда белые зашли в Выборг. Руководитель финнов, бравших Выборг, Лев Стрём, на этой фотографии запечатлен. Тоже такой редкий-редкий-редкий снимок». По разным данным, от трех до четырех тысяч жителей Выборга в 1918 году были расстреляны на улицах и во дворах, заморены голодом в концлагере, который располагался на крепостной улице, убиты на так называемом собачьем кладбище, только за то, что они имели другие политические взгляды. «Они были красных убеждений, социалисты. Они, может быть, участвовали в гражданской войне, кто-то из них не участвовал, кто-то только сочувствовал, кто-то был родственником участвующих, но там есть и мужчины, и женщины, и юные девушки, и совсем молодые люди. Хорошо, что этот памятник есть сейчас в нашем городе. Это объект охраны культурного наследия. Совсем недавно он включен в государственный реестр объектов культурного наследия. Сейчас ведется работа по установлению территории этого объекта и ее защите». Национальный архив Финляндии ведет работу по установлению личностей погибших. На сайте опубликовано уже 1380 имен. Выборгский историко-культурный музейный центр участвует в этом проекте. «На последнем форуме в Саван-Лене мы договорились о том, что в апреле месяце на памятнике будет проведен субботник. Приедут люди из Финляндии, из города Лахти, где тоже есть такое же место – Хеннелла, где были без суда, без следствия расстреляны Финны в 2018 году. И мне бы очень хотелось, чтобы пришла молодежь Выборга, для того, чтобы старшее поколение передало память об этом месте, об этом захоронении молодежи Выборга». Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город».